Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня дебют нашей новой программы «Без антракта», которую ведет продюсер, театровед Евгения Шерменева. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. И выпускница ГИТИС, которая работала в театрах Москвы, директор международных театральных фестивалей, и эксперт-консультант последние 4 года, и также куратор многих культурных мероприятий, и журналист, освещающий события культуры, в том числе и в нашей стране, не только в Латвии, и вообще в Европе, в странах Балтии, Литве, Эстонии и Латвии. Здравствуйте. Я занимаюсь культурной журналистикой с 2016 года. Делала большой ресурс, посвященный современной культуре. Там был не только театр, но и современное искусство, и кино, и телевидение, и сериалы. И, в общем, мы говорили о многом том, что вошло в нашу жизнь культурную, и что еще пока, может быть, непривычно большинству людей. Но это был очень интересный опыт, поэтому, когда появилась возможность поговорить здесь с вами на радиоболтком о театре, то, чем я занимаюсь почти всю свою жизнь, я, конечно, была очень рада этому предложению. Давайте мы попробуем за это лето поговорить о том, что происходило в Латвии, что происходит в России в театральном мире, что происходит у наших соседей в Эстонии и в Литве, о тех самых важных и интересных вещах, которые происходят в Европе. Ну, мировую культуру мы тоже, наверное, будем иногда затрагивать. Самое главное, о чем я вам хочу постоянно рассказывать, о том, что рядом с вами просто нужно повернуть голову и увидеть, происходит очень много разных интересных событий. И театр, он проникает не только, он занимает не только свое место на сцене, он еще проникает в другие области искусства, потому что, конечно, даже там кино, которое мы все очень любим, сериалы, которые мы все это любим, туда приходят работать театральные актеры, которые потом идут со своим шлейфом новой популярности обратно в театр, приводят в театр новых зрителей. И вот, на самом деле, моя самая большая задача, которую я перед собой ставлю в этой программе, это рассказать вам о театре так, чтобы вам захотелось с него пойти. Рассказать вам о новых спектаклях таким образом, чтобы для вас не было преграды ни понимания языка, ни понимания новых технологий, даже театральных, потому что в театре активно внедряются новые технологии. О том, что все это преодолевается через ваше любопытство. Если вам интересно, вы приходите, смотрите, и вам будет всегда радостно в театре, даже если вы смотрите горький и тяжелый спектакль. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами здесь говорили, так как я уже сказала, не только о таком нашем привычном большом театре, где красивые колонны, большие входы, бархатные кресла, хрустальные люстры. Но я сама на самом деле очень люблю хрустальные люстры и всегда фотографирую хрустальные люстры для своего инстаграма. У меня есть подруга, которая меня об этом просит, где бы я ни была, в какой стране, в каком новом театре, специально для нее это сделать, послать ей это тем, чтобы ее затегить в этой публикации. И она очень радуется всегда этому. Но я точно могу вам сказать, что сейчас очень многие вещи очень интересные, новые, и те, которые вполне вероятно через несколько лет станут невероятно популярными, зарождаются где-то на улице или в подвалах. Где-то совершенно в неприспособленных, как нам кажется, для театра местах. И вот об этом я тоже буду рассказывать. А еще очень важно, что театр, он всегда основывается на неких дружественных связях. Потому что те люди, которые собираются для того, чтобы сделать новый спектакль, они не могут не быть вместе, иначе у них ничего не получится. Потому что театр – это коллективное творчество. А самые популярные спектакли – это не те спектакли, про которых очень много рекламы, развешанные плакаты, и везде о них рассказывают в прессе, и прикладывается очень много сил и средств для того, чтобы о них доложить миру. Самые лучшие спектакли определяются только одной степенью популярности – какое у них сарафанное радио. Вот если продюсер, создатель спектакля, режиссер понимает, что сарафанное радио принесло ему без особых усилий полные залы, это значит, у него успех. И поэтому я очень надеюсь, что после наших программ, нашей сарафанное радио, передачи о том, на что стоит пойти, что стоит увидеть, это может работать и здесь, в Балтии, в Риге. Я буду очень рада, если вы мне тоже будете что-то рассказывать, потому что, конечно, я, как обычный человек, больше всего хожу на те спектакли, которые мне интересны самой, но могу незаметно пропустить что-то еще вполне интересное, то, что не попадает на мои глаза. И вот это сарафанное радио, я очень надеюсь, что оно заработает здесь, на Болткоме, в качестве обратной связи. Если вы будете звонить или писать, или сообщать, и мы на следующих программах будем рассказывать о том, что вы нам посоветовали. Я могу назвать номера телефонов 67212-93-967-213-93-9, и можно писать в WhatsApp 2306191. Вот, спасибо большое. Это наши правила игры. Ну, как в театре правила игры, мы о них договорились на первой репетиции. Я сегодняшнюю программу рассматриваю как первую репетицию, возможно. И, конечно, мы сможем потом все переиграть. Знаете, как приходит режиссер на репетицию, говорит, вчера было хорошо, но я придумала все по-другому. Поэтому я оставляю за собой право воспользоваться театральными возможностями и тоже переиграть некие правила. Это живое дело, меняющееся. И перейдем мы с вами к основному сюжету. Я хочу сказать, что я не хочу в этой программе ничего критиковать. Хотя я училась на театральной критике, иногда пишу статьи, рецензии. Но в этой программе я бы хотела не критиковать, а рекомендовать. То есть из того, что я видела, я бы очень хотела советовать те спектакли, которые не стоит пропустить. Потому что в отличие от кино или от даже радиопрограмм, которые теперь записываются и, возможно, достать их в подкастах. Кстати, у нас тоже, наверное, будет потом подкаст из этой программы. Театр – это такой вид искусства, который исчезает в момент его просмотра. Вот вы приходите в театр, вы его видите, он существует для вас, а потом он остается уже только в ваших пересказах. И даже запись спектакля, как бы не думали люди, что вот я могу потом посмотреть какую-то запись, она не отражает настоящий спектакль. Потому что настоящий спектакль – это только то, что происходит в зрительном зале, это то, что происходит между актером и зрителем в текущий момент времени. Это уникальный вид искусства, который не оставляет за собой следов. Я иногда слышу разговоры о том, ой, как жалко, что в годы Станиславского не было телевидения или видеовозможностей, чтобы не записать его спектакль и не посмотреть. Я думаю, что театр, описанный словами критиков, театроведов, гораздо более интересен, чем то, что мы можем увидеть на экране. Я отношусь к людям, которые любят театр в пересказе. Я, кстати, об этом тоже потом буду рассказывать, потому что пересказ – это новое направление в театре, которое называется «Стори-теллинг». И мы об этом тоже поговорим. Для чего нужны гастроли театру? Вот вы приехали в Рику. Зачем театру это нужно? Нужны другие зрители, нужны другие впечатления, потому что все равно московская публика, несмотря на то, что это каждый спектакль, каждый раз – это другие люди, но все равно существует какая-то общая такая общность людей, которые реагируют на одни и те же тексты. Кто-то более эмоционально, кто-то менее эмоционально. Здесь другие зрители. Сегодня спектакль шел совсем по-другому, потому что мы сами пристраиваемся. Все-таки мы же живые, и мы существуем на сцене, и стараемся быть живыми. И спектакль меняется. И спектакль меняется, конечно, от зрителей, и это очень хорошо для артистов, ну, как бы для опыта актерского, и это очень хорошо для спектакля, потому что он совсем другой. Мы до этого прошли пять городов Германии, и он очень поменялся. Гастроли необходимы, конечно. А вы поедете сейчас в Таллинн еще? Мы поедем в Таллинн, да. И вы ездите в Ригу, Таллинн, когда вот так вот приезжаете. Скажи, а вот вы, когда приезжаете, вы чувствуете тоску по каким-то вот таким вот спектаклям, полноценным по русскому театру зрителей? Конечно, конечно, есть, конечно. И тоска есть, и зрители приходят, и там, ну, в данном случае мы путешествуем с Чайкой, да, все-таки это Чехов, русская классика и так далее. Но зрители тоскуют, потому что, к сожалению, доезжают в основном антрепризные спектакли, которые менее затратные. А привести даже после всей утряски нашей труппы нас приехало 29 человек, и огромная фура с декорацией, и куча света, и костюмов, и всего на свете. Я понимаю, что это очень затратно, но люди идут с большим счастьем посмотреть на настоящий театр. И русских артистов. И русских артистов. И русскую речь. И школу Любимова, и школу Станиславского, и все на свете. И Чайку. И Чайку. А я так понимаю, что сегодня зрители благодарили и говорили о том, что здесь тоже есть Чайка, вот она идет в Национальном театре, но что они услышали какие-то новые акценты, увидели совершенно другого Чехова, и благодарили вас за это. Ну, это же здорово. Все равно каждая Чайка, она другая. Несмотря на то, что наша была 73 458, это два года назад, сейчас уже будет, наверное, 74 тысячи. А я хотела спросить, а вот эти стихи, которые в начале и в финале читают, это чьи стихи? Это стихи артиста Саши Бетелкина, который играет Треплева. Он, когда начал репетировать Треплева, он написал эти стихи. Дурацкие в каком-то смысле, но режиссер Данюс Козлауско сказал, что это гениально, потому что Треплев не был талантливым писателем. И вот то, что он написал, это абсолютно ложится. Он с этим и застрелился. Ну, потому что это было очень интересно в начале. Сегодня это стихотворение. Ирина, скажите, вот вы же не первый раз уже в Балтии, в Латвии, в Риге и в Таллине. Вы уже с другими спектаклями ездили. Вы бы хотели еще что-то привезти сюда? Конечно. А что бы вы привезли? Во-первых, мне кажется, что здесь бы очень хорошо прошла наша «Беги, Алиса, беги». Это вот вариация на тему «Алиса в страничке Диэс» плюс стихи Высоцкого. Это невероятно красивый, невероятно, правда, красивый спектакль, очень мощный, с прекрасной музыкой. И с хорошим текстом. И все-таки это современная драматургия, это Печейкин. И тем не менее... Валерий Печейкин. Валерий Печейкин. Который работает в Гоголь-центре. В Гоголь-центре. И он очень честно сделан, но он очень современно сделан. И мне кажется, что для тех, кто, может быть, не очень хорошо мог бы услышать русский язык, для них было бы достаточно. Я надеюсь, что Вы услышали, узнали голос актрисы, довольно известной актрисы Ирины Апексимовой. Мы в мае этого года, вот какое-то время назад, театр на Таганке привозил в Ригу показывать спектакль «Чайка 73458». Имелось в виду, что это уже очередная постановка спектакля «Чайка» по объезду Антона Чехова. И так как мы с Ириной знаем друг друга очень давно, мы вместе работали когда-то во Мхате, то я попросила вот как раз для нашей программы что-то рассказать о ее впечатлениях, о том, как прошли гастроли здесь и о ее мечте, может быть, привести спектакль. Вот то, о котором она говорила, беги, Алиса, беги сюда в Ригу, потому что ей кажется, что такой спектакль здесь может быть очень интересен. Если Вам интересно, я могу немножко рассказать про Ирину. Она училась на курсе Олега Табакова. Это был первый курс, который он набрал в школе-студии МХАТ после двух успешных курсов в ГИТИСе. Вместе с ней на курсе учились Владимир Машков, Евгений Миронов. То есть это такой звездный курс. И сейчас в Москве все говорят о том, что вот Табаков подготовил новых руководителей театров. Машков возглавляет театр Табакова, Евгений Миронов возглавляет театр нации, Ирина Апексимова сейчас возглавляет театр на Таганке. До этого она несколько лет работала с Романом Бекцюком. И, собственно, ее карьера как директора началась именно в театре Романа Бекцюка в 12-м году, когда это была совершенно неожиданная наша с ней встреча. Вдруг я работала в Департаменте культуры, и мы с ней повидались. А до этого приходил Роман Григорьевич ко мне, который говорил, что вот наш театр погибает без директора, спасайте нас. И так как Ирина была продюсером спектакля, который когда-то поставил Роман Бекцюк, еще в первой половине двухтысячных, то я предложила им подумать об этом. И они как-то очень обрадовались и сделали совместную работу. А потом на волне успеха, который случился с театром Романа Бекцюка под ее руководством, ей было предложено возглавить театр на Таганке. И сейчас на Таганке новая жизнь, не отметается старая жизнь, играются старые спектакли любимого, но при этом уже вышел один огромный мюзикл режиссера Алексея Франдетти, Суиньи Тодд, парикмахер, и готовятся новые. Это такой секрет, который я знаю, что Ирина готовит новый мюзикл в театре на Таганке. В этом году была премьера спектакля «Теллурия» Константина Богомолова. Это тоже один из героев, про которых я сегодня обязательно еще упомяну в оставшееся время. И очень много молодых режиссеров. Уже два спектакля в театре на Таганке на малой сцене, правда, поставила Лера Суркова, которая родилась и выросла в Риге, училась на рижском курсе Олега Табаков в школе студии МХАТ, потом осталась в Москве и работает там вполне успешно. Вот, за сегодня вечером будет второй показ спектакля «Сосед» по пьесе Павла Пришко в театре на Таганке в постановке Леры Сурковой. И я немножко скажу о том, что в следующей программе я вам расскажу про лучшие, ну, как лучшие, лучшие с моей точки зрения, потому что, конечно же, много разных спектаклей, и театр отличается тем, что у каждого человека свой вкус, и каждому зрителю может нравиться свой спектакль, свой театр. Я вам расскажу о том, что видела я в течение прошедшего сезона в театрах Риги, как это интересно, и как это можно будет увидеть в следующем сезоне, и почему это не нужно пропустить. А если возвращаться к российскому театру, то я хочу сказать, что у нас есть новости, я не знаю, я думаю, что люди, которые нас слушают, они не особо следят за профессиональными событиями в области театра, но с понедельника этой недели Сергей Голомазов принял решение о том, что он руководит только Рижским русским театром, он в течение сезона делил свое время между Москвой и Ригой. Теперь он работает здесь, в Риге. На постоянной основе. На постоянной основе, да. Ни с кем не делят эту работу. Я надеюсь, что мы с ним встретимся, как-нибудь поговорим, и он расскажет о том, какие планы. Это будет какой-нибудь инсайт для нас специально. А театр на Малой Бронной, который он возглавлял долгое время, пришел Константин Богомолов. Пришел Константин Богомолов с новой программой. Вчера он ее как-то вкратце объявил, не называя пока названия имен, просто говоря о том, какая будет принципиальная политика его, как художественного руководителя на этом месте. Может быть, теперь какие-то из спектаклей Малой Бронной доедут до нас тоже, потому что люди любят Константина Богомолова, режиссера, и знают его здесь. Он ставил спектакли в Лейпайе. Его знают здесь и профессиональные сообщества, и зрители. И спектакли ездили тоже в Москву из Лейпай, потому что они были им поставлены. И посмотрим, что будет теперь. Ну и опять-таки его связь с Олегом Павловичем Табаковым многолетняя. На самом деле, я думаю, что Олега Павловича Табакова, я работала во МХАТе с ним долгое время, и потом работала три года в театре Табакова вместе с ним, помощником его. Я думаю, что мы придумаем какую-нибудь отдельную программу, я расскажу о том, какой он был прекрасный человек, и как много он сделал для развития русского театра. А сейчас мы говорим «Удачи» Сергея Кламазу. Я поговорю тоже о тех спектаклях, которые я видела в Рижском русском театре. Я расскажу вам потом о том, что я видела в Риге. И главное, что я вам расскажу, что на самом деле есть очень интересный опыт. Не так далеко от Риги находятся три столицы культурной Литвы. Это Вильнюс, в котором очень много театров. Это Каунас, в котором есть прекрасный драматический театр. И Клайпеда на фестивале в течение недели, на прошлой неделе я была и посмотрела так называемый «Литовский шоу-кейс». Это когда собираются все самые заметные спектакли прошедшего сезона, и их показывают продюсерам, менеджерам, отборщикам фестивальных программ, критикам и театроведам. Там была большая международная компания, я в нее приехала, посмотрела спектакли последнего сезона, последних сезонов литовских. Я вам тоже об этом расскажу, потому что, в общем, доехать не так далеко, а увидеть можно очень много интересного. И говоря о Константине Богомолове, мы все-таки к нему сегодня еще вернемся, та музыка, которая тихо звучит у нас в подложке программы, это музыка постоянного соавтора Константина Богомолова, композитора и музыканта Валерия Васюкова, «Зе.нет», московский композитор. Спасибо ему большое. До встречи. Спасибо.